Добрый день! Здравствуйте, дорогие гости! Я-то как-то говорил, что тупоумие – это замкнутость в своей специальности, в своей профессии. Но вот лично я думаю, что есть вещи и похуже. Одна из них приходит тогда, когда не можешь выбрать свое ремесло. И вроде ты уже выбрал специальность, определился с факультетом, но чувствуешь, что это совершенно не твое. Да, Ир, действительно, такая проблема беспокоит многих студентов, и в том числе и нас. Совершенствоваться можно лишь там, где тебе интересно. Когда ты пришел не туда, порой не можешь выполнить даже элементарные задания, которые тебя просят. Оценки ухудшаются, пары пропускаешь, потому что неинтересно, а потом живешь от доп-сессии до доп-сессии. Было ли так с нашими героями ток-шоу? Услышим, а пока мы хотим их представить. Давайте поприветствуем. Ильшат Юнусович Аминов, генеральный директор телекомпании «Татарстан. Новый век». Аня Кивота. Аня Кивота, девушка, у которой есть собственный ютуб-канал. Блогеры Слава Морозов и Саша Дегтярев. Андрей Блинов, творческий бизнесмен. Блинов, прошу прощения. Андрей Блинов. Наш сегодняшний эксперт-психолог Мария Вотинцева. И прекрасная женщина Евгения Николаевна Лешко. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем нашим экспертам, нашим гостям. Что делать, если выбрал не ту профессию? Как не ошибиться с выбором? Как понять, в чем ты по-настоящему хорош? Ответы на эти вопросы мы сегодня постараемся дать вместе с нашими гостями. Но перед этим мы начнем разбирать эту тему с нескольких причин. Нам ведь всем интересно, почему будущие студенты иногда делают выбор в пользу профессии, которая им совсем не нравится. Согласно социальным опросам, доля тех, кто меняет свою специальность, равна 58%. Как показывает статистика, на выбор профессии влияют три фактора. Первый – это давление со стороны наших родителей, жизненные обстоятельства и материальный фактор, такие как заработная плата. А мне вот интересно, какой из факторов повлиял на наших гостей, на выбор их специальности? Андрей, просим вас на сцену. Прошу. Жанец. Андрей, расскажите немного о себе. Кто вы, чем вы занимаетесь, откуда вы? Начну по порядку. Меня зовут Блюнов Андрей, мне 25 лет. Я приехал с Алтайского края, город Барнаул. Ходил на кафедру аналитической химии и через год, когда уже поступил на химика, закончил первый курс, потом половину второго и понял, что химикам денег не заработаю. Потом я приехал в Казань и перешел на пищевое, и дальше меня занесло в сферу гостеприимства. Вот на данный момент сейчас я являюсь собственником со своим братом-разнецом одного бара, бар коммуналка. Это второй наш проект, первый тоже был, но мы там попрощались. И сейчас мы занимаемся лично себя, работаем только на себя и работаем в сфере гостеприимства. Могу сказать, что да, именно те базовые фундаментальные знания, которые я получил в течение полутора лет в Алтайском государственном университете, мне помогли. Да, помогли мне развиться, помогли мне понять, как все устроено. То есть молекулы виски могу рассказать на биохимическом уровне. То, что если бы я работал химиком, у меня было бы все в рамках, все в границах. Я бы жил 5 на 2, в субботу-воскресенье мои выходные, были бы так. Поаплодируйте, друзья, на самом деле. Также у нас есть сегодня видео, а у вас давайте все вместе с вами. Что такое коммуналка? Коммуналка – это коммунальная квартира, где большой коридор, 6 метров и много комнат, где живут разные семьи, и на них один общий быт. Наша цель была создать доступный и понятный концепт каждого. Бар не на один раз, а бар на каждый день. Создать ту понятную и доступную атмосферу российскому человеку. На нашей кухне представлены такие продукты, как мясные фермерские, также и овощные бахчевые фермерские. Что? Мы удивляем вас каждый раз, каждый месяц новым меню. Мы обновляемся вместе с баром, так как каждый продукт, который мы представляем у себя, он у нас звучит как и в коктейлях, так и в блюдах нашего меню. В нашей квартире есть три комнаты. Гостиная, кухня и ванна с туалетом. Как в любой гостиной есть стена семейных фотографий. Мы тому не исключение. У нас нет официантов, барменов, поваров, мы все жители большой коммунальной квартиры. Мы собрали всю семью со всей стороны. Мы собрали такие города, как Питер, Краснодар, Уфа, Урал, Нижний Новгород, Алдексик край, город Барнаул, Новосибирск, город Киров, даже Узбекистан. Для того, чтобы развить и канонизировать русскую барную пассиву и вывести ее на мировой уровень. Еще одна наша задача – познакомить самое мощное, сильное русское барное сообщество со всем миром. Ну что, всем велкам! По аплодинам! На видео был ваш брат Александр, вот это я правильно. Может быть у нашей аудитории есть вопросы к Андрею? Здравствуйте, меня зовут Маргарита, первый курс телевидения. У меня такой вопрос к вам. Вот в свои 19 лет я смогла бы открыть бар? То есть в своем возрасте, когда вы пришли к тому, что нет, я не хочу этим заниматься, чем вы руководствуетесь? Может быть есть какой-то совет? Знаете, в 22 года, когда нам с братом было по 22, мы открывали свой первый проект. Наша цель была открыть бар, а не построить бизнес, бизнес, который приносил доход и где мы могли бы реализоваться. И это первая ошибка, что мы не продумывали все изначально на этапе. Если вы в своем раннем возрасте собираетесь открывать какой-то стартап, я всегда рекомендую настоятельно. То есть вот этот проект мы продумывали год. Да, вот мелочи, какие должны быть детали, какое должно быть меню, на чем оно построено, на чем мы должны зарабатывать. И какой момент притяжения будет у гостя, чтобы это, как было сказано в видеоролике, был не один раз, где вы пришли в какую-то протариканскую или мексиканскую историю, а именно в ту атмосферу, которая знакома и, понятно, вам, и интересна еще и иностранцам, потому что для них это была закрытая история. В ходе 19, хоть 20 лет есть много примеров по всему миру, как в Лондоне есть молодые миллионеры, которые в 14 лет открывают свои три стартапа и просто бах-бах и делают. Да, но они тоже продумываются изначально. Самое главное в любом стартапе – это создать ценности у своего потребителя, создать уникальное торговое предложение, что, собственно, у нас и получилось. Спасибо. А вот я хочу сказать, что выбор профессии – это тяжелый период не только для самих выпускников, но и для их родителей. И родители играют немаловажную роль в данном выборе. Поэтому приглашаем на сцену нашего родителя, прекрасную Евгению Николаевну. Под вашей громкой аплодисменты, друзья. Евгения Николаевна, мы бы хотели узнать у вас, как вы решали данную проблему в своей семье, и как вообще быть и родителем, и детям? Ну, вообще, на точку зрения выбора профессии существует два опорных пункта. Первое – это подход такой биологический, у меня есть способности, и я там пойду развиваться. И подход воспитательный, то есть мы воспитываем профессионалов. Но у нас все было просто, потому что у нас айтишники, мои дети, айтишники в третьем поколении. То есть когда дедушки, папа и дети туда же. То есть проблем никаких не возникало у вас? Ну, они из детства слышали про айти. Ну, а вы бы хотели, чтобы ваш ребенок пошел учиться на какую-то другую специальность? Нет, потому что сейчас программирование востребовано. И там есть возможность содержать себя и семью, скажем так. Материально это такая обеспеченная профессия. Ну, вот еще я слышала, что родители нередко реализовывают свои мечты в детях. Вот вы слышали об этом? Что вы думаете? Да. Свои несбывшиеся. Слышала. Ну, здесь опять, это вот как раз тут биологический подход из серии, да, там у него способности. Но мама обычно же не говорит, что я реализую свою мечту. Ну, никто не знает. Да, она говорит, что нет у моего ребенка там музыкальные способности, еще какие-то, еще какие-то. Но на самом деле сейчас узость специальностей такова, что если мы в этой специальности не варимся, то мы ее уже не представляем. Допустим, я не знаю, как вырастить музыканта, потому что я совершенно не в курсе музыкальных профессий. Спасибо большое вам, Евгения Николаевна. Спасибо. И также у нас сегодня присутствует психолог Мария Вотинцева, как мы уже сегодня говорили. Здравствуйте. Аплодисменты. Мария. Добрый день. Здравствуйте. И тот же вопрос про нереализованные мечты родителей мы хотим задать вам. Сейчас, мне кажется, ситуация немножечко сложнее, и я вижу здесь по откликам достаточно много первокурсников. Друзья, можно я в аудиторию вопрос задам, да? Друзья мои, а кого из вас в детстве родители водили на развивашки? Лет с трех, четырех. Ого, сколько вы? Очень много, на самом деле. О, класс. А с кого лет с трех? С пяти? Ага. А в школе, когда вы учились, вы посещали много-много секций разных? Тоже почти сто процентов, ничего себе. Вот, это, собственно, подтверждает мою гипотезу и мою рабочую гипотезу с теми клиентами, с которыми я работаю. Сейчас несколько иная ситуация. Есть, например, 20, 30, 40, 50 лет назад. Жила-была мама, она очень хотела стать балериной, но вот у нее не сложилось, она пошла работать на завод, например, там, 16-й. И дала там свою дочку, как только она родилась, не знаю, в балетную группу. Ей было все равно, что дочка хочет балетом заниматься, не хочет балетом заниматься. Мама была какая-то очень централизованная такая достаточно мечта. Да, то сейчас к детям требования гораздо более размытые и сложные. Если 50 лет назад, 40-30, было достаточно, ну, чтобы быть хорошим ребенком, было достаточно. Хорошо учиться, помогать маме, раз в неделю, не знаю, помыть посуду, выгуливать собаку, присматривать за младшим братишкой и, чтобы, не знаю, не разбивать чужие стекла у соседей. Это был, мир был понятен, детям было понятно, как им жить, как им быть, что им нужно делать, чтобы их любили, куда поступить и так далее. Сейчас все гораздо более запутанно, непонятно. К детям предъявляются и подросткам очень противоречивые требования, чтобы одновременно он был и активным, и одновременно усидчивым, чтобы он был одновременно умным и одновременно спортивным. То есть требования эти зачастую диаметральные, и у ребенка нет еще тех мозговых структур зачастую, чтобы воспринять эту ситуацию. И это приводит как раз к непротиворечимым родительским требованиям и тому, что родители, грубо скажу, не знают, куда метнуться, чтобы понять, как они заранее стараются сделать своего ребенка успешным. Когда я работала в универе, для меня была очень грустная история, когда ко мне приходили третьекурсники и говорили, что я осознал к 20 годам, что я ошибся дверью. Я пошел не на ту специальность. Было немало таких ситуаций. Очень немало. Это примерно был каждый пятый, каждый седьмой, наверное, в моей практике, когда я здесь работала. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы нашему психологу, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Вот у меня есть вопрос. Там молодой человек просто очень жаждет. Спасибо. Еще раз добрый день. Меня зовут Аскар. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в школах очень сильно, как уже говорили ранее, развиты профориентационные тесты. Но зачастую на моем опыте мне сказали, что я технарь, причем мне идти только в технические вузы, хотя я с компьютером в принципе не дружу. И вопрос, собственно, такой, насколько это точно и может ли это действительно помочь студентам либо детям. Профориентация как таковая себя изжила. Должна быть жизнеориентация в целом. То, что динамичный мир и выбор профессии не может быть один раз на всю жизнь. То, что в будущем мы будем несколько раз за свою жизнь менять карьеру, 10 раз менять карьеру, специальность, направление, будет нормально. И что акцент делается теперь на soft skills, на навыки больше, чем на hard, на образование и узкую квалификацию. То есть если у тебя образование, соответственно, тоже из-за этого должно становиться более гибче. Так вот, к чему я сейчас веду с тестами. Господи, я забыла фамилию этого человека. Он прямо тоже очень замечательно эту вещь сказал про то, что тесты необходимо изъять из системы профориентации, поскольку они только запутывают. Они дают очень разрозненную информацию. Ну, представьте, что вас, не знаю, разрезали на органы, обратно не собрали. И вот вы сидите с вынутой печенью и думаете, а куда ее теперь засунуть? Куда мне с ней пойти? То ли в мед, то ли на биофак? Непонятно. Спасибо. Спасибо. Вопросов в зале нет больше? Здравствуйте, меня зовут Полина, первый курс направления телевидения. Очень приятно. Полина. У меня такой вопрос. Дело в том, что многие здесь первокурсники, и сейчас мы проходим такую некую ознакомительную стадию. Мы знакомимся с профессией, и у нас рушатся те иллюзии, которые мы построили у себя в голове. Вот как не разочароваться в своей профессии? Как с этим бороться? Смотрите, если разочарование наступает, его очень важно прожить. Не засунуть под коврик, замести, сказать «нет, все нормально». Ну, когда отрицание такое включается, что я уже потратил какое-то количество времени, например, на учебу. Например, год или два. А я очень хочу перевестись, и мне нужно будет задавать большую разницу и терять год, например. Ну, зачастую логичнее проделать эти процедуры, чем продолжать разочаровываться. Разочарование – нормальное чувство. Любые чувства нормальные, которые происходят. Очень важно, что я с этим делаю, со своим разочарованием. Почему я разочаровываюсь узнавать детали и понимать, куда я больше тогда подхожу. Можно к коучу обратиться в эту ситуацию, можно к психологу обратиться в эту ситуацию. Можно больше узнавать о профессии. И есть такая история, что когда мы поступаем, профессия, она каким-то очень большим куском выглядит. А когда мы выпускаемся, когда мы идем работать, профессия становится более детальной. И я верю, что в любой профессии есть та деталь, которая подходит тому, кто в нее пришел. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы еще раз поаплодируем нашему психологу. Пожалуйста, занимайтесь в свое почетное место. Давайте еще раз поаплодируем нашему психологу с сегодняшним ток-шоу. А сейчас, дорогие друзья, мы бы хотели немного отвлечься и обратить ваше внимание на одну очень интересную вещь. На ответы проведенного недавнего Блиц-опроса. Пожалуйста, внимание на экран. Тем, что нравится. Потому что хоть какая бы у тебя высокооплачиваемая работа не была, ты будешь с утра просыпаться и думать, когда же это все закончится, допустим. Ну, наверное, все знают знаменитое выражение, что если ты выберешь себе работу по душе, то тебе не придется работать ни один день. Поэтому, скорее всего, нужно выбирать, чтобы и подходило по тому, чтобы она тебе нравилась, и чтобы зарплата, да, конечно, была повыше. Я считаю, что нужно выбирать только то, что нравится, просто потому, что тебе потом всю жизнь с этим мучатся. Если ты выбираешь профессию чисто за материального достатка, то, к сожалению, рано или поздно тебе надоест, и никакие деньги не будут играть для тебя решающую роль. Я думаю, что материальным доходом, потому что если устраивает материальный доход, профессия в целом тоже будет устраивать. А я думаю, нужно делать то, что нравится, и вообще без разницы, сколько денег это тебе принесет. А если будешь делать хорошо, то и денег будет много. Я думаю, что нужно руководствоваться тем, что нравится, потому что если ты выберешь область, которая тебе приятна, то ты разовьешься в ней до такой точки, что ты сможешь зарабатывать столько, сколько тебе будет нужно и сколько тебе захочется. Наверное, то, к чему лежит душа, потому что если тебе нравится твое дело, то, возможно, ты и заработаешь на этом деньги хорошие. Ну, на самом деле, можно немножко для начала поруководствоваться деньгами, а потом бросить и то, к чему душа лежит. Ну, в принципе, я не знаю, что через 10 минут будет, так что я об этом не думаю. Нет. Посмотрим. Надеюсь, что будущее хорошее, но работать с ним не будем по специальности, ну, по крайней мере, я. Но мне хочется работать по специальности, вот именно корреспондентом, так что посмотрим, как все сложится. Я думаю, да, будущее у меня сложится хорошо. Аналогично, да. Пока не знаю, надеюсь, что я все-таки пошла в ту профессию, которая мне, во-первых, нравится, а во-вторых, все-таки когда-нибудь принесет доход. Я работаю по специальности, вот просто нечаянно так сказали, иди работай, я пошел. Мне кажется, у многих в мире вот так вот нечаянно происходит, и они работают не по своей специальности. Пожалуйста, Иль. А у нас сегодня в гостях блогер Слава Морозов. Пожалуйста, на сцену. Пожалуйста, на сцену. Здравствуйте. Слава, пожалуйста. Слава, мы хотели бы у тебя узнать, как ты считаешь, что все-таки самое главное в выборе профессии? Я отвечу как блогер. Смотрите, вот у меня образование бакалавра, государственное муниципальное управление, но я вообще не хочу этим заниматься, я пошел туда, потому что меня родители заставили как бы. Вот, но сейчас у меня душа лежит в сфере блогерства, инстаблогер, и я вообще там кайфую от этого всего. Интернет — это второе мое я. Вот, поэтому лучше заниматься тем, чем вам нравится, вот, а не тем, чем вас заставляют. Ок. Ребята, у вас есть вопросы? Есть. Прошу. Добрый день. Еще раз. У меня такой вопрос. Вот, можно ли утверждать, что инстаграм поменял вашу жизнь? И если да, то как именно? Спасибо. Ну, 50 на 50, наверное, просто инстаграм дает возможности, такие как новые знакомства, и открывает другие как бы миры тебе, поэтому, ну да. Ну, это не все, наверное, скажут так, но для меня как блогер — да. Здравствуйте, меня зовут Настя, и у меня такой вопрос. Как инстаграм вообще, в принципе, повлиял на вашу жизнь? Спасибо. Ну, прекрасно. Если бы я работал по профессии, допустим, я бы приходил в 8 утра, садился за компьютер и решался там вопросы в Excel или в Word, как я проходил практику, и уходил часов в 6. А так я открываю, точнее, мое утро начинается не с кофе, а с инстаграма. Я открываю, смотрю, оп-оп-оп-оп-оп. Ну, короче, да, нравится. Спасибо большое. Просим тебя на свое место садиться. И вот нам интересно все-таки, как на такое смотрят, ну, на работу не по специальности работодатели. И поэтому обращаемся к нашему эксперту и просим на сцену Ишата Юнисовича. Я вам хочу рассказать анекдот про профессиональную ориентацию. Еврейский мальчик кончил Кембридж. Пять лет отучился, приезжает домой и говорит, мама, папа, вы знаете, я слышал, что в Сорбонне дают потрясающее образование. Можно я поеду еще пять лет в Сорбонне отучусь? Говорит, ну, сынок, конечно, это будет нам трудно, но мы соберемся, все родственники, мы оплатим тебе это обучение, езжай в Сорбонну. Отучился пять лет в Сорбонне. Приезжает, говорит, вы знаете, но в Кембридже, говорят, вообще супер образование, хочу еще и в Кембридже поучиться еще пять лет. Сынок, ну, что делать, это еще дороже. Ну, давай, мы оплатим тебе это обучение, езжай учись в Кембридж. Возвращается, отучился 15 лет, собрался в семейный совет и говорят, ну, что, сынок, ты 15 лет учился, пора выбирать профессию, кем ты будешь, женским или мужским закройщиком. Такой анекдот, я почему его рассказал, потому что я считаю, что у человека определенные предопределения есть, определенный набор способностей есть, и эти способности он должен в своей жизни реализовать. Ну, плюс я вам хочу сказать, что это как в любви. Встретить любимого человека как любимую работу – это большое счастье. Любимая работа – это когда ты не работаешь, ты получаешь от этого удовольствие. Да, вот я, например, не работаю, и мне еще за это еще и деньги платят. Но у меня особый случай, я в 10 лет знал, куда я пойду, я вам об этом рассказывал. В 10 лет я уже пришел на телевидение, с 10 лет на телевидение, и у меня не было никаких проблем с выбором профессии. И я считаю, что у человека сегодня в технологическом обществе очень мало времени на поиски. Они должны быть очень интенсивными. Потому что, если вы знаете, все крупные стартапы и все большие открытия совершались людьми до 30 лет. Это общеизвестный факт. Да, были исключения и после 30, но их гораздо меньше. Поэтому для того, чтобы сегодня понять, на том ли ты месте, ты должен максимальную активность проявить. Что касается журналистики, то очень просто проверить. И я знаю, что есть разочарования, безусловно, у меня их было огромное количество. Но от этого не меняется суть профессии. Единственная проблема для того, чтобы в любом деле достичь успеха, надо работать круглосуточно. Кто из вас готов работать круглосуточно, в ущерб личному? Поэтому огромная работа, огромная работа, круглосуточная работа, естественное удовлетворение, которое ты от этого получаешь. Единственное, может быть, замечание, что не всем повезет. Я знаю сотни людей, которые ходят на работу, потому что надо, которые ждут 6 часов, чтобы встать с места и убежать быстрее, для которых работа – это кадры, но что делать? Им не повезло. Скажите, пожалуйста, насколько важен для вас диплом об образовании? Специалиста, который… ну, не специалиста, получается, который к вам приходит. Если у него есть все данные, но диплома об образовании нет. Таких специалистов у нас сегодня очень много. К сожалению, так это происходит. У нас очень много и физиков, которые учились на математиков, и на программистов, и на химиков, представителей всех профессий. Сегодня очень часто возвращаются в творчество, когда они понимают, что они, ну, как тут недавно говорили, что по велению родителей они вывели не ту профессию, стали технарями, еще кем-то, кем-то. Оказалось, что они любят стихи, любят играть на гитаре и вообще любят заниматься творчеством. Тогда они приходят к нам и реализуются у нас. Хотя много людей, которые закончили профильное образование, такие тоже есть, просто у них период вхождения в профессию гораздо короче, чем у других людей, которые приходят со стороны. То есть, если человек закончил профильное образование, у него вход в профессию быстрее происходит. И не секрет, что огромное количество практических навыков они получают именно в процессе своей трудовой деятельности. Спасибо большое. Просим занять вас в свое место. Друзья, иногда люди на определенном этапе обучения понимают, что хотят заниматься совсем другими вещами. Дорогие друзья, кто ими знаком о понятии gap year? Мне кажется, очень мало. Да, есть? Вот, перед вами определение этого слова. А теперь поднимите руку те, кто реально задумывался об этом. Достаточно много, но очень много. А теперь поднимите руки те, кто реально получил этот год. Никого. Но, знаете, некоторые родители считают, что это пустая трата времени. Но, как мне кажется, выбор в этом вопросе должен оставаться все-таки за самим студентом. И, Евгения Николаевна, мы просим вас на сцену и хотим узнать ваше мнение об этом. Давайте еще раз поаплодируем. Будьте добры, еще раз. Гапье, это нужно или нет? Но, опять же, в нашей стране для мальчиков это сложный год. Они и так ЕГЭ уже сдают по 17. Как бы у мамы мальчика такого выбора в нашей стране, к сожалению, не стоит. Потому что, опять же, положа руку на сердце, даже год это достаточно много. То есть мальчики теряют свой потенциал, который могли бы сразу реализовать. Для девочки возможно, но девочки к этому моменту уже лучше развелись. Поэтому им оно, в принципе, уже не надо в силу уже развитости структур мозга, необходимых для принятия решений. Спасибо. Спасибо большое, Евгения Николаевна. А у нас в гостях сегодня еще один гость. Это Аня Кивота, девушка, которая вещает на многотической аудитории. И, как она сама говорит, просто очень хороший человек. Давайте еще раз поаплодируем. Аня, привет. Ну, давай немного расскажи о себе и о своем YouTube-канале. Всем привет. Родом я с Урала. Приехала учиться на первый курс на рекламщика. Вот. Что могу сказать о YouTube-канале? Начала снимать я. Просто так, по приколу, со своей подругой. В итоге это зашло аудитории. Точнее, она набралась. Люди нашли нас. Начали писать в комментариях поддерживающие вещи. Начали одобрять нас. Вот. И мы поняли, что это может быть не только развлечением, но еще и развитием себя в творческом аспекте. А какой контент? Что снимаешь? Снимаю в основном каверы. Также есть видео с авторскими песнями. Но на данный момент я прекратила съемки из-за обучения. Но это не является такой кризисной паузой. Это больше идет сейчас ориентация на какую-то деятельность. Аня, а ты хоть что-то зарабатывал с этого? Потому что многие родители же считают, что YouTube, Instagram — это все несерьезно. И поэтому как-то не относятся к этому должному. Не относятся твои должное внимание к этому. Ты с этого зарабатывала, получается? Нет, нет. Я не включала монетизацию на канале, так как это являлось буквально своим творческим потоком. Это что-то от себя. Но я начинаю задумываться о том, чтобы начинать музыкальную карьеру. Давайте поаплодируем. Музыкальная карьера. Ань, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о нашей сегодняшней теме? И что ты можешь посоветовать человеку, который прирожденная творческая личность, куча идей, а на деле физик? Ну, во-первых, не терять огонь в душе. То есть даже если ты поступил на не ту специальность, как ты думаешь, но ты хочешь заниматься написанием стихов, картин, вообще делать что-то, что еще не делало человечество, изобретать, то как бы не стоит загоняться, не стоит угонять себя в раздумья, в депрессию. Самое главное – не начинать замыкаться в себе и считать, что ты делаешь что-то неправильно, что ты поступил как-то, сделал смертельную ошибку. То есть можно продолжать быть физиком, можно продолжать заниматься творческими делами. То есть главное – никогда не сдаваться. Аня, последний вопрос, вот я не могу его задать, потому что всем задаю этот вопрос, особенно блогерам. Что нужно снимать, чтобы стать популярным? Что нужно снимать, чтобы словить этот хайп? Что нужно делать? Знаете, скажу одно, в 2019 году аудитория страшная. Можно делать все. Модно, вот модны вещи абсолютно несуразные, модно что-то, вот еще зависит от возраста аудитории. В основном сейчас это очень глупые вещи. И популярны люди, которые делают немножечко такой глупый контент. Ну, естественно, не все. Но вот самое большое массовое производство контента, оно делается на акценте на вот как раз школьников, школьников, студентов, но которые не сильно задумываются там на бытие, там, в смысле жизни. Спасибо. Давайте еще раз аплодируем. Мы больше не будем тебя мучать. Спасибо. Теперь, пожалуйста. Ну, а сейчас мне очень хочется уже дать слово одному, на мой взгляд, очень интересному человеку. Саша Дегтярев. Пожалуйста. Просим на сцену. Да, всем привет. Саша, на сегодняшний день ты работаешь спортивным обозревателем интернет-издания «Казанферст». Да. Не мог бы ты сказать нам, кто ты по образованию и как вообще образование повлияло на твой профессиональный путь? Ну, я расскажу, наверное, подробнее и в хронологическом порядке. Я поступал на ТВ-журналиста сюда, где вы учитесь. Давайте поаплодируем, друзья. Коллега сегодня у нас. Я очень хотел стать именно ТВ-журналистом. Телек, мечта. Все, как и у всех, разбилось о камне реалий жизненных, но была помимо мечты попасть именно в телевизор, работать на спорте. То есть быть не просто телевизорным журналистом, но еще и совмещать это с освещением спортивной жизни, ну, условно, допустим, Казани. Одно не получилось, получилось второе. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что я счастлив. У тебя же, наверное, были какие-то сомнения во время обучения? Если да, то что ты делал? Как ты справлялся с этим? Когда я учился в университете, в принципе, я даже, наверное, с самого первого курса понимал уже, вот за первый семестр я все для себя осознал, что представляет из себя настоящее телевидение, а не то, которое было у меня в мечтах. До сомнений не было никаких, просто я для себя осознал все то, что я хочу. То есть я определился, что вот здесь я хочу быть, здесь я не хочу быть. Это мне нравится, а это нравилось, но оказалось не таким, как я себе представлял. Здравствуйте, меня зовут Настя. И у меня такой вопрос. Вы хотите дальше развиваться в спортивной журналистике или вы хотите попробовать что-то еще? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я попробовал когда-то очень давно, постажировался на Матч ТВ и понял для себя, что в целом я могу работать в освещении спорта, неважно в каком виде будет журналистика, главное, чтобы в ней присутствовал спорт. То есть в целом я даже готов поработать на радио, если мне это когда-нибудь станет нужно. В целом интересно все попробовать в этой жизни. Ну что, Саш, спасибо большое. Давайте еще раз. Есть еще? А, еще вопрос, конечно. Не хочется уходить. Мне тоже очень приятно. У нас сегодня собрались много блогеров, и когда еще будет такая возможность, чтобы спросить, что вы думаете о соперничестве PewDiePie и T-Series? А зачем вообще обсуждать темы, которые в целом наше медиаполе вообще никак не затрагивает? Я не говорю сейчас о том, что вопрос неправильный. Блин, ну вот это попытки поймать хайп на тех вещах, которые людей-то по сути интересовать и не должны. Ну, по крайней мере, до того, как я об этом узнал, мне это не было интересно. И сейчас, когда я об этом, в принципе, узнал, осознавая это, ну, как бы не передним умом, а задним, я понимаю, что, ну, это настолько не нужно. Это просто тратит мое время. Ну, действительно ведь это так. Еще вопросы? Вопросов больше нету, так что, Саша, спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем. Ну что ж, наше ток-шоу подходит к концу, и хотелось бы сказать несколько слов. Ищите себя где угодно. Ваше будущее в ваших руках. Становитесь более решительны в выборе будущей профессии. И если выбрал мне ту специальность, так же решительно выбираете новую. Опыт и знания вам всегда пригодятся, даже если вы учились на физика, а по итогу открыли крутой бар. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok